Большой политический день в Бишкеке. Город сегодня принимает юбилейный саммит глав государств СНГ. Форум вот-вот начнется. Участие в нем примет и президент Беларуси. Александр Лукашенко, как и многие из глав клуба 11, прилетел в Кыргызстан накануне. Повестка представительного форума насыщенная. Это и экономика, и безопасность, и гуманитарное взаимодействие. Но все же главный вопрос повышения эффективности СНГ. До начала саммита СНГ в Бишкеке Александр Лукашенко провел двустороннюю встречу с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом. И главный разговор об экономике. Во время последнего визита в Молдову президенты Александр Лукашенко и Николай Тимофти договорились поднять планку товарооборота до миллиарда долларов. Каким образом страны могут взять эту экономическую высоту, обсудили в Бишкеке. Мы не могли с вами не встретиться. Вы знаете мои искренние отношения к Молдове. И все, что я говорил во время своего визита официального к вам, остается в силе. Даже более того, я вам хочу сказать, все, что вы пожелаете, мы можем. Все, что надо в Молдове, у нас есть. Все, что нужно нам, в Молдове тоже есть. Рынок у нас для вас открыт. Главное, чтобы качественно было и без всяких там схем серых, черных и так далее. Вы знаете нашу в этом плане принципиальность. Поэтому, насколько вы захотите глубоко пойти в сотрудничество с Беларусью, настолько мы готовы. Я в курсе дела создания совместных предприятий у вас, совместных предприятий в Молдове, белорусско-молдавских, по машиностроительной технике, по пассажирской и так далее. Если вы выберете еще что-то и будете заинтересованы в переносе нашего производства в Молдову, вы нам скажите, скажите, с кем иметь дело, поддержите конкретно в Молдове, страны правительства. И я вам гарантию даю, что мы в течение максимум года, я думаю, за полгода успеем, если вместе будем делать любое, организуем у вас производство. Хочу сразу отметить нашу заинтересованность, продолжить те хорошие, добрые начинания и те параметры, которые достигли в отношении и торгово-экономических отношений, да и вообще в двустороннем отношении. Поэтому я выражаю удовлетворение на сегодняшний день и попросил иметь эту встречу, поблагодарить вас лично, потому что я знаю, что после того, как вы посетили Республику Молдову, немножко наши отношения стали еще динамичнее развиваться. Для нас это было очень важно в этот кризисный момент. И продолжим этот диагноз.